Что, новые восхитительные произведения искусства от Эдра. Ну, что значит восхитительные? Это нравится мне, я поэтому так об этом говорю. Эдра делает не просто мебель, Эдра делает мебель, о которой можно размышлять, к которой можно испытывать какие-то чувства. Эдра делает мебель, о которой можно думать, возможно, кто были его родители, кто будут его дети, с кем он дружит. В общем, думать о том, что у этого кресла, как у какого-то медвежонка, есть душа. Если говорить о другом, то, если говорить о функциональности, то это мягкое кресло. Здесь какой-то искусственный мех, за которым придется ухаживать. И у него подлокотник, который... Подлокотник, не подлокотник. Может быть, это пуф, который поднялся повыше. Может, это столик. Он достаточно круглый, хотя на него можно поставить что-то, что не будет разливаться, я так думаю. Ну, это кресло. Сделал это Умберто Кампана. Умберто Кампана, они считают это новым изделием, хотя Умберто Кампана 2009 год. Возможно, мы уже это снимали. Посмотри, из каких кусочков, из каких таких мягких камешков, или из каких... Ну, что это такое? Это какие-то... Какие-то медвежата. Из каких-то медвежат сделан весь диванчик. Вот такой он. Он не плоский, не ровный и не помятый. Он просто состоящий из отдельных, сшитых между собой подушечек. Высота. Да, здесь, кстати, очень умного сделано, потому что вот здесь можно облокотить голову. Это очень удобно. А здесь он низкий, а здесь он средний. То есть есть все высоты для любых способов использовать диваны. Да, я уже не раз говорил, не раз говорил, что для того, чтобы выбрать диван, люди часто пытаются посидеть на приблизительно 10 тысячах диванов. Это огромная бессмыслица. Да, хотел сказать глупость, но не хочу никого оскорблять. Для того, чтобы выбрать диван, нужно определиться всего лишь с несколькими параметрами. Например, высота дивана. А этих высот всего лишь три. Высота от пола. Это 30, 40, 45. Глубина дивана, их тоже всего три. Здесь где-то 70, 80, 90, 110. И можно всегда примерить на себя. Высота спинки, их тоже всего три. По плечу, по уху и чуть выше, по макушку, чтобы облокотить голову. И мы здесь видим, вот самая низкая, вот та, на которой облокотится голова, и вот та, которая средняя. В общем-то, если разобраться, для того, чтобы выбрать диван, достаточно иметь 1-2 образца, на которых можно примерить свои ощущения, как вы себя будете чувствовать. Вы скажите о мягкости дивана. Я скажу вам, мягкостей тоже всего три. Это мягкий, средний и жесткий диван. И зависит это от того, он будет пуховый, он будет полиуретановый, или он будет какой-то пружинный натянутый. Если вы понимаете, как это устроено, если в салоне, в котором вам продают диван, есть 3 образца, на которых это можно попробовать, не стоит пытаться посидеть на тысяче диванов. Ваши ощущения могут быть обманчивы. Скажу вам честно, очень часто то, что кажется очень удобным на выставке, потом в использовании ежедневном, таковым не оказывается. Поэтому помните, покупая диван с точки зрения комфортности, что именно вы исследуете, какой именно параметр комфортности вы исследуете. Высоту, глубину, мягкость, высоту спинки или ткань. Ткань тоже на самом деле очень просто выбирается. Но я не буду все рассказать в передаче. Должен же я оставить какой-то секрет.